Всем привет! С вами Lima Music. В этом уроке я покажу как играть на пианино песню Wind of Change группы Scorpions. Мое простое обучение по нотам идеально подойдет для начинающих. Вначале я сыграю песню Wind of Change полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 В этом уроке мы научимся играть главную тему песни Wind of Change. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Там уже опубликовано 170 уроков и каждую неделю я добавляю новые видео. Получить доступ ко всем урокам и поддержать мой канал вы можете по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Сейчас будем учить первый кусочек этой красивой песни. Рассматриваем отдельно правую руку. Это верхняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. Мы видим, что в правой руке у нас идут две ноты одновременно. Нижняя нота это ля первой октавы и верхняя нота это такая же ля во второй октаве. То есть мы играем две одинаковые ноты ля одновременно. Дальше мы поднимаемся наверх и играем две ноты си одновременно. И затем две ноты до одновременно. Затем мы видим опять две ноты до, но они находятся под ликой. Это означает, что мы их просто держим. В итоге мы должны сыграть ля, си, до синхронно вместе. В первой и во второй октаве. После этого мы видим интервал в правой руке. Это две ноты одновременно. Нижняя нота соль, а верхняя си. Повторяем интервал второй раз. И доигрываем последние две ноты. Фа, ре. Сейчас еще раз повторю мелодию в правой руке. Мы сыграли октавами. Ля, си, до. Октавы это когда у нас нижняя и верхняя нота одинаковые и играются одновременно. То есть у нас были три октавы ля, си, до. Затем интервал соль, си. Фа, ре. Сейчас покажу, какими пальцами играется мелодия в правой руке. Все пальцы у нас записаны в виде цифр над каждой нотой. Октаву ля, ля мы играем первым и пятым пальцем. Сразу запоминайте, что все октавы играются первым и пятым. Это ля, си, до. Если вдруг у вас рука не дотягивается и не может взять октаву, тогда вы можете играть просто верхние ноты ля, си, до. И в этом произведении вы все октавы можете вот так заменять на верхние или нижние ноты. А если рука у вас дотягивается и берет октаву, тогда играйте первым и пятым. Ля, си, до. Дальше интервал мы играем третьим и пятым. Два раза. Вторым фа. И первым ре. Теперь показываю ритм к первому кусочку. Вначале ля у нас идет восьмая. А си мы ускоряем, потому что это шестнадцатое. Си, до. То есть си стремится к до, а до залегована к четверти. Поэтому мы ее держим. В итоге из трех октав мы ускоряем только си. Ля, си, до. Остановка. Дальше у нас четыре ноты записаны шестнадцатыми. Это два интервала и две ноты. И поэтому мы их играем ровно и одинаково по ритму. Максимально быстро, как вы можете. Раз, два, три, четыре. Вот что получилось в правой руке. Теперь учим левую руку для первого кусочка. Это нижняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. В левой у нас идет аккорд от ноты фа малой октавы. Это нижняя нота аккорда. Затем мы добавляем следующую ноту ля и верхняя нота до. Нажимаем вместе. Видите, мы пропустили по одной белой клавише между нужными нотами. И после этого аккорда мы играем опять ноту фа. Затем до и фа вверху. То есть мы начали с фа и пришли тоже к ноте фа. В левой будем играть такими пальцами. Все аккорды нажимаем пятым, третьим и первым. Пятый, третий, первый. Затем снимаем руку. Пятым у нас играется фа. Вторым до и первым фа. Теперь показываю ритм в левой руке. Аккорд у нас половинка, поэтому на нем длительная остановка. Затем три ноты у нас шестнадцатые, поэтому они играются быстро. Раз, два, три. И сняли руку. То есть они играются ровно и одинаково по ритму. Соединяем правую и левую в первом кусочке. Мы видим, что в правой руке пауза, поэтому левая нажимает первый аккорд отдельно. Играет правая три октавы. Раз, два, три. Дальше у нас играет три ноты левая. Раз, два, три. И сразу правая четыре ноты. Раз, два, три, четыре. Здесь очень важно, чтобы левая как бы переходила в правую. И мы играли подряд, без остановки. Вы можете даже так считать. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Сейчас сыграю, что получилось в первом кусочке. Теперь учим второй кусочек в правой руке. У нас правая опять будет играть октавами. То есть вы можете смотреть на нижнюю ноту и такую же дублировать наверху. Нижняя нота у нас ля и наверху тоже ля. Потом си, си. До, до. Ре, ре. И обратно до, до. А последняя октава до находится под лигой. Это означает, что мы ее не повторяем, а просто держим. В итоге в правой у нас идет просто подъем наверх. Ля, си, до. Ре, до. И мы октавы играем, как обычно, первым и пятым пальцем. Теперь показываю ритм. У нас первые три октавы это восьмые, поэтому они играются ровно. Ля, си, до. А ре мы должны ускорить, потому что это шестнадцатое. Ре, до. Ре стремится к до. И так как до залегована, мы ее держим. Она залегована к четверти. Поэтому в этом кусочке вам нужно ускорить только ре. Ре, до. Вот что получилось в правой руке. Учим левую для второго кусочка. У нас будет аккорд от ноты ре малой октавы. Это нижняя нота. Добавляем ноту фа. И верхнюю ноту ля. Нажимаем вместе. Мы опять пропустили по одной белой клавише между нужными нотами. И играем аккорд пятым, третьим и первым. Все, левую выучили. Соединение во втором кусочке очень простое. Вначале играет левая аккорд. Держит его. И играет правая всю мелодию, которую мы выучили. Ля, си, до. Ре, до. И остановка на ноте до. Вот что получилось во втором кусочке. После второго кусочка нам нужно еще раз сыграть первый и второй кусочек без изменений. Играю с движением. И хочу обратить ваше внимание на один момент. Когда мы соединяем первый и второй кусочек между собой, мы не должны делать никаких пауз и остановок. Вот мы заканчиваем первый кусочек в правой. И сразу аккорд играем из второго кусочка. То есть правая как бы ведет нас во второй кусочек в левую руку. Это очень важно. То есть мы не делаем здесь никаких пауз и остановок. Сейчас еще раз сыграю. Вот первый кусочек. Второй. Сразу пришли ко второму. И играет правая. Теперь учим третий кусочек в правой руке. Опять правая будет играть октавами. То есть нижняя и верхняя нота будут одинаковые. Вы в нотах смотрите именно на нижнюю ноту. И такую же дублируйте наверху. Потому что верхние ноты довольно сложно читать. Итак, нижняя до, вверху тоже до. И идем подряд наверх. Ре-ре. Ми-ми. Фа-фа. Спускаемся вниз. Ми-ми. Следующая октава ми залегована. Поэтому мы ее просто держим. Дальше до-до. И ре-ре. И мы видим от октавы ре тоже идет лига. Это означает, что мы будем вот эту октаву держать еще в следующем кусочке. В итоге в правой такая мелодия. До-ре-ми. Фа-ми. До-ре. Мы как обычно все играем первым и пятым пальцем. Потому что у нас октавы. Теперь показываю ритм. У нас опять три ноты восьмые. Поэтому они играются ровно. Это до-ре-ми. Дальше фа мы должны ускорить к ми. Фа-ми. Ми залегованное. Мы ее держим. И дальше до мы ускоряем к ре. До-ре. Те ноты, которые мы ускоряем, они шестнадцатые. Поэтому они играются быстрее. Это фа-ми. Потом до-ре. Мы все время первую ноту ведем ко второй. Поэтому можете считать так. Раз-два. Остановились. Раз-два. Остановились. Вот что получилось в правой руке. В левой руке у нас опять один аккорд. Начинается с ноты ля малой октавы. Добавляем ноту до. И ноту ми. Как обычно пропустили по одной белой клавише. И нажимаем аккорд вместе. Аккорд, как всегда, играем пятым, третьим и первым. И соединение будет такое же простое, как во втором кусочке. Левая в начале играет аккорд, потому что в правой пауза. Аккорд держится и играет полностью правая всю мелодию. До, ре, ми, фа, ми, до, ре. Вот что получилось в третьем кусочке. Учим четвертый кусочек в правой руке. Мы видим в начале октаву ре-ре, но мы ее не играем. Это она держится с предыдущего кусочка. Поэтому пропускаем октаву ре и сразу начинаем с ля. Внизу ля и наверху. Ля. Потом октава до. И октава си. И следующая октава си просто держится, потому что она находится под лигой. То есть в правой мы играем всего лишь три октавы. Это ля, до, си. Вы, как обычно, следите по нижней ноте и такую же дублируете наверху. И октаву мы играем первым и пятым пальцем. Ля, до, си. Ритм в четвертом кусочке очень простой. У нас ля восьмая. И она как бы стремится к до. Ля, до. Четверть с точкой держим долго. И си тоже держим. Потому что она залегована к половинке. То есть мы практически все играем медленно. Только первую октаву ля чуть-чуть играем с движением. Учим левую руку для четвертого кусочка. Теперь в левой будут конструкции из четырех нот. Учим первую конструкцию от ре, малой октавы. Ре. Переходим аж на ноту фа. Первая октава. Фа. Ре. Ля. Выучили четыре ноты. Играть будем такими пальцами. Пятый у нас на ре. Первый тянется к фа. Здесь можно оторвать палец от клавиши, потому что мы не дотянемся физически первым до фа. То есть вы как бы снимаете руку. Первый. Второй на ре. И четвертый на ля. Это первая конструкция. Раз. Два. Три. Четыре. Вторая конструкция в левой идет от ноты ля большой октавы. Ля. Переходим аж на ноту ми первой октавы. Ми. Де. Соль. Играем точно такими же пальцами, как прошлую конструкцию. Пятый на ноте ля. Первым тянемся на ми. Второй на до. И четвертый на сон. Получилось тоже четыре ноты. Раз. Два. Три. Четыре. И последняя, третья конструкция идет от ноты соль большой октавы. Потом переходим аж на ноту ре первой октавы. Си. Соль. Играем точно такими же пальцами. Внизу пятый палец. Первым тянемся на ре. Второй на си. И четвертый на соль. В этой конструкции тоже четыре ноты. Раз. Два. Три. Четыре. В левой руке все ноты записаны восьмыми, поэтому они играются ровно и одинаково по ритму. Играем всю левую руку. Первая конструкция. Раз. Два. Три. Четыре. Вторая. Раз. Два. Три. Четыре. И третья. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Левую выучили. Теперь соединяем правую и левую в четвертом кусочке. Помним, что первая октава ре у нас держится с предыдущего кусочка, поэтому сейчас мы ее не играем. У нас начинает левая играть в конструкцию. Ре. Фа. Ре. И на ля мы берем тоже ля в правой руке. Вместе. Октава до и конструкция от ля. Вместе. Играет левая. Ми. До. И на соль берем октаву си. Последнюю конструкцию играет только левая. Соль. Ре. Си. Соль. Вот что получилось в четвертом кусочке. Сейчас я советую вам соединить третий и четвертый кусочек, чтобы вы услышали общую мелодию. Играю третий кусочек. И четвертый. С первого по четвертый кусочек у нас было вступление к данной песне. Сейчас мы начинаем учить куплет. И он начинается с пятого кусочка. Рассматриваем отдельно правую руку. Мы начинаем с интервала до ми в первой октаве. Сыграли эти две ноты вместе. Дальше. Соль. До. Идем наверх. Ре. Ми. И опять играем до. Ре. И мы видим от ноты Ре идет лига. Она будет залегована к такой же ноте Ре уже в следующем кусочке. То есть в правой получился интервал. Соль. До. Ре. Ми. До. Ре. Показываю пальцы к пятому кусочку. Интервал мы играем первым и вторым. Снимаем руку и с первого играем соль. Вторым до. Третьим Ре. Четвертым Ми. И опять вторым до. Третьим Ре. Теперь показываю ритм. У нас интервал это четверть с точкой. Здесь будет длинная остановка. Дальше две ноты мы ускоряем к третьей. К ноте Ре. Соль. До. Ре. Потому что соль до это шестнадцатый. А Ре это восьмая с точкой. На ней нужно остановиться. Остановились. Теперь Ми шестнадцатую ускоряем к до. Ми. До. Остановка. И на Ре тоже остановка. Хоть это и шестнадцатая, но она залегована. Поэтому она будет держаться аж до следующего кусочка. В итоге у нас такой ритм. Две ноты к третьей. Раз. Два. Три. Остановились. Ми. Ми. До. Ми. До. Остановка. Ре. Остановка. Сейчас сыграю, что получилось в правой, в пятом кусочке. Теперь учим левую руку. У нас будут конструкции из четырех нот. Находим ноту до малой октавы. Затем соль. До. И обратно соль. Это четыре ноты в нашей конструкции. До, соль. До. И до, соль. Чтобы вам легко было запоминать конструкции, вы должны мыслить так. Нашли первую ноту до. Такую же нужно найти через октаву. И посередине добавить еще одну ноту. Это у нас соль. И вот из этих трех нот состоит наша конструкция. До, соль. До, соль. И всегда на конструкциях в левой до конца произведения мы будем использовать одинаковые пальцы. Внизу будет пятый палец, потом второй на соль, вверху первый палец и второй опять на соль. То есть второй у нас всегда посередине, а на одинаковых нотах, на до, до у нас пятый и первый. Сразу запоминайте вот эту позицию. Вот как звучит наша конструкция от ноты до. До, соль, до, соль. И мы видим, что она повторяется второй раз. Опять играем до, соль, до, соль. Все, левую выучили. Сейчас соединяем правую и левую в пятом кусочке. Сразу подготовьте три ноты в левой, чтобы никуда уже ее не передвигать. И начинаем соединять нижнее до и интервал в правой. Вместе. И играет левая. Соль, до, соль. Сыграли всю конструкцию на один интервал. Раз, два, три, четыре. Дальше начинает правая. Соль. Вместе до, до. И по очереди. Правая, левая. Теперь вместе ми, до. И опять. Правая, левая, правая. Сейчас еще раз повторю соединение. С интервалом все понятно. А вот дальше нужно запомнить так. Правая, вместе. Правая, левая. И опять. Вместе. Правая, левая, правая. Еще можно мыслить так. Отдельно сыграла правая. А потом мы играем две ноты на одну ноту в левой. Раз, два, левая. И опять. Две ноты на одну ноту в левой. Раз, два, левая. И доиграла правая. То есть мы как бы все время играем. Раз, два, левая. Раз, два, левая. Правая. Сейчас я сыграю, что получилось в пятом кусочке. Спасибо всем за просмотр видео. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Ссылку я оставлю в описании под этим видео.